Всем привет, друзья! Новостей, как обычно, снова много у нас накопилось за неделю. Поэтому сегодня я хочу для вас сделать выжимку такую по новостям. Покажу фотографии, которых вы, возможно, не видели, и расскажу подробно. Я думаю, что я остановлюсь на одной из самых главных новостей, которые здесь опять взбудоражили английскую публику. А именно, друг принцев Уильяма и Гарри, самый богатый крестный отец принца Джорджа, старшего сына принца Уильяма и принцессы Кейт, 33-летний Хью Грасвеннер, 7-й герцог Вестминстерский, теперь официально объявил о своей свадьбе, которая должна состояться совсем скоро, 7 июня 2024 года. Его невестой стала Оливия Хэнсон, девушка, которая родилась в Лондоне. Ей на данный момент 31 год, и говорят, что она тоже родилась в довольно-таки богатой, состоятельной семье. Но, как сообщают сейчас журналисты, больше на данный момент СМИ о ней ничего не известно. Ну, о герцог Хью Грасвеннер, самый богатый, наверное, был до последнего момента, молодой жених в Великобритании. И он ещё к тому же прапраправнук Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. И, кстати, почему он назначил дату свадьбы на 7 июня? Потому что он очень интересуется историей своей семьи, за что ему честь и хвала, как говорится. И он приурочил день свадьбы как раз к юбилею Александра Сергеевича Пушкину, к 225-летию. Александр Сергеевич Пушкин родился у нас 6 июня 1799 года. К Пушкину герцог Хью имеет отношение по материнской линии. Его мать Наталья Грасвеннер, прапраправнучка Натальи Александровны Пушкиной, дочери поэта, а ещё родственница великого князя Михаила Михайловича Романова, внука Николая I. Хью даже очень похож именно на свою мать Натали. Представляете, как интересно, друзья, как всё переплетается в этой жизни. Вот получается, что один из самых богатейших и знаменитейших людей Великобритании имеет русские корни, да ещё вот такие вот серьёзные. Но я не буду, друзья, уж так сильно углубляться в историю. Если желаете, я немножко расскажу поподробнее, покажу все дворцы и замки этого семейства чуть-чуть попозже. А сейчас я хочу вернуться именно к нынешнему моменту, к свадьбе Хью и Оливии. И почему это мероприятие вызвало столько шума в прессе, ну, наверное, вы понимаете тоже. Во-первых, потому что его семья была и остаётся очень дружна с королевской семьёй. Вот это его отец Джеральд с королевой Елизаветой II. Он был другом принца Чарльза, а его мать Натали очень близка была с принцессой Дианой. И женщины приглашали друг друга стать крёстными своих детей. Вот здесь принцесса Диана с одной из дочерей Натали и Джеральда на крестинах. И после смерти принцессы Дианы и Натали, и Джеральд очень поддерживали её детей. В частности, Натали была дружна с Кейт Миддлтон. Ну и, как вы понимаете, что дети их, конечно же, тоже дружили. И принц Уильям, и принц Гарри пригласили даже быть крёстным отцом их детей, герцога Хью. И вот теперь возникает вопрос у всех. А будут ли на свадьбе Хью и Оливии принц Уильям и принцесса Кейт? Потому что они уже официально приглашены. Приглашён король Карл Третий со своей женой Камилой, и, конечно же, принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон. И вот здесь самая интрига. А будет ли на свадьбе Кейт Миддлтон? А если не будет, то с кем придёт принц Уильям на свадьбу? Этот вопрос сейчас повис в воздухе, и все его обсуждают. Будет ли принц Уильям на свадьбе с принцессой Беатрис, со своей двоюродной сестрой, официально заменяющей сейчас на всех мероприятиях принцессу Кейт? Либо он будет один, либо рискнёт прийти с кем-то ещё. Но, как говорится, поживём-увидим. Осталось совсем немного нам дождаться до 7 июня. Ну и второй вопрос. А пригласить ли Хью на свою свадьбу принца Гарри и его жену Меган Маркл? Ну и этот вопрос уже отпал сам собой. Скорее всего, что герцог Хью не захотел излишний раз бередить и ссориться с семьёй короля, и он Гарри и Меган на свадьбу не пригласил. Вернее, даже здесь, наверное, хуже получилось, потому что сначала он им прислал приглашение, а потом это приглашение в связи со новыми обстоятельствами он отозвал. И представляете, как сейчас будут прикованы все объективы и всё внимание на эту свадьбу? И вот эта свадьба, как говорят, в высшем обществе первая за 4 года очень тёмных и мрачных событий и в основном похорон. За 4 года первая свадьба после свадьбы принцессы Беатрис, которая состоялась в 2020 году. И то она состоялась тайно, как говорят, потому что это был как раз коронавирус в то время. Ну и ещё многие сейчас стали, знаете, сокрушаться о том, что больше всего людей волнует не сама свадьба и жених и невеста Хью и Оливия, а, скорее всего, даже взгляды будут прикованы именно к принцу Уильяму, с кем же он придёт на свадьбу. И он, наверное, даже оттянет на себя всё внимание их гостей и публики. И здесь, конечно же, как-то, знаете, герцогу Хью не очень повезло. Так или иначе, на первых полосах почти всех газет сообщается о квазикоролевской свадьбе Хью Грасвенера. Вот что, кстати, мы можем прочитать в популярной газете британской The Sun. 7 июня Хью Грасвенер, седьмой герцог Вестминстерский, и его невеста Оливия Хэнсон свяжут себя узами брака. А список гостей на свадьбе будет выглядеть так, как будто в нём присутствуют представители всех голубых кровей. Ожидается, что король Карл Третий примет даже участие в церемонии в качестве крёстного отца-жениха. Уильям, принц Уэльский, по слухам, будет стоять рядом с Грасвенером в качестве шафера. Принц Джордж, крестник Грасвенера и старший сын принца Уильяма, также может принять участие в церемонии в качестве пажа. Хью Грасвенер долгое время был одним из самых востребованных и загадочных холостяков в Великобритании. В 2016 году 25-летний Хью в одночасье стал одним из самых богатых людей в мире, после того, как его отец Джеральд скоропостижно скончался от сердечного приступа в 64 года. Состояние Грасвенеров оценивается в 9,8 миллиардов фунтов стерлингов. И Хью Грасвенер – единственный сын, который является главным наследником и распорядителем всего. По данным Daily Mail, ему и членам его семьи принадлежит около 300 гектаров земли в самых дорогих районах Лондона. Герцогам Вестминстерским принадлежат Итан Холл в Чешире и Грасвенер Хаус на Парк Лейн, когда они проживают в Лондоне. Семья также владеет 80 гектарами земли в престижном районе Белгравия в Лондоне. Отсюда и их дополнительный титул – Виконта Белгравии. Семье также принадлежит 40 гектаров земли в районе Мейфер – еще одном престижном районе Лондона. Британская пресса регулярно называет герцога Вестминстерского владельцем половины Лондона. Однако молодому аристократу совершенно незнакомы показуха и хвастовство. Помовочная фотография пары была сделана очень непритязательно в саду. Грасвенер был одет в рубашку с закатанными рукавами, а Хэнсон – в какие-то странные мешковатые брюки. Что касается невесты Оливии Хэнсон, семья ее несколько менее обеспечена. Но все же, как говорят журналисты, они далеки от проблем с деньгами. Оливия Хэнсон – дочь биржевого маклера и сама имеет аристократические корни. Ну а что касается красавчика-герцога Хью Грасвенера, то у него родословная как по отцу в нескольких поколениях аристократы, так и по матери. Его родители, 27-летний граф Джеральд Грасвенер, женился на 19-летней британской аристократке Наталье Айше Филлипс. Имя Наталья родовое для семьи невесты, ее прапрапрапабушка Наталья Николаевна Пушкина. Она также является потомком Николая I, Георга II, Софии Ганноверской, алмазного магната Вернера. Через 4 месяца после свадьбы граф Джеральд Грасвенер унаследовал титул и состояние своего отца и стал шестым герцогом вестминстерским, а его жена Наталья стала герцогиней. И тут надо рассказать, наверное, что вот титул герцога перестали присваивать уже, по-моему, давным-давно в Англии. И теперь этот титул только переходит по наследству. К тому же он переходит по наследству только по мужской линии, то есть он переходит только сыновьям от отцов. А у Джеральда и Натальи благополучно родились одна за другой две прекрасные дочки. Конечно же, герцог ждал сына долгожданного, которому можно было всё передать наследство, но детей у них больше не было. И как-то даже Джеральд очень грустно признался своим друзьям. С нами было всё в порядке, так что мы решили, что Господь сказал нам «хватит». И когда супруги уже совсем смирились с тем, что у них детей больше не будет, вдруг случилось обыкновенное чудо. 29 января 1991 года Наталья стала мамой в третий раз. И она родила сына, которого назвали родовым именем герцогов вестминстерских Хью. Но чудеса на этом не закончились. И спустя чуть больше года Наталья родила ещё одну девочку. И вот теперь они были полностью счастливы такой большой и дружной семьёй. И, казалось бы, единственный наследник Хью должен был купаться в общей любви. Но оказалось, что родители его воспитывали в строгости. И отец ему всегда говорил, «Даже несмотря на то, что ты родился с очень длинной серебряной ложкой во рту, ты должен сам научиться зарабатывать себе на хлеб». И вот, наверное, именно поэтому, несмотря на все свои богатства, Хью вырос очень скромным молодым человеком. Хотя у него очень приятная внешность, он просто красавчик. И говорят, что он даже немножко похож на принца Гарри. Ну, а в семье все считают, что черты лица Хью унаследовал от своей прабабушки, графини де Торби. Можете сами сравнить и убедиться. Здесь на фотографии. Графиня де Торби, София, внучка Пушкина, и её муж, великий князь Михаил Михайлович Романов, внук Николая Первого. Ну, а сейчас семья Хью герцога Весминстерского под номером семь выглядит вот так. Его старшая сестра с мужем, его мама и его две других сестры справа. Ну, а мне остаётся только добавить, что свадьба, назначенная в очень знаменательную дату 7 июня 2024 года на 225-летие Александра Сергеевича Пушкина состоится в Честерском соборе города Честер, графство Чешир. И в Британии будут очень внимательно следить и наблюдать, как за свадьбой, которая обещает быть грандиозной, так, конечно же, и за тем, с кем появится на этой свадьбе принц Уильям. Если хотите услышать продолжение этой истории, то, пожалуйста, пишите ваши комментарии. И вообще хотелось бы услышать, что вы думаете обо всём этом, нравится ли вам такое повествование всех этих историй. И если нравится, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, и также, может быть, кто-то мне пришлёт и суперспасибо. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Ещё увидимся. Берегите себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok